Я приветствую вас на своем канале. Ну что, новая неделя успела принести немало интересных новостей, так что давайте сразу приступим к их обзору. Сегодня ночью в Турции произошло очередное землетрясение. Вы помните, буквально неделю назад я вам сообщала о том, что провинцию Анталия снова трясло, но тогда землетрясение было магнитудой чуть более 5 баллов. Сегодня же землетрясение было гораздо мощнее и его магнитуда составляла 6,4 балла. Произошло землетрясение в 4 утра 7 минут по местному времени и, как сообщается, его эпицентр располагался у берегов острова Кипр в акватории Средиземного моря в 133 километрах от побережья самой южной точки Турции города Анамур на глубине 32 километра. Кстати говоря, в этот раз землетрясение длилось гораздо дольше, нежели на прошлой неделе, и его ощутили не только в провинции Анталия, но также в провинции Мерсин, Мула, Хатай, Адана, Испарта, Бурдурка, Роман и Конья. Более того, землетрясение ощутили не только в Турции и на Кипре, но также в таких странах, как Палестина, Египет, Греция, Израиль и Великобритания. Как сообщает президент Северного Кипра, на данный момент не зафиксировано каких-либо разрушений, пострадавших и жертв также нет. Как мы видим, Турцию настигает целая череда землетрясений и аномальной погоды. Буду очень надеяться, что такие явления будут происходить как можно реже. Но мы идем дальше. В Анталийской прессе опубликовали сообщение о том, что более 45 минут полиция и медики боролись за жизнь 52-летней туристки из России. Давайте разбираться, что произошло. Как сообщается, туристка из России, пребывая на отдыхе в Турции в пятизвездочном отеле в районе бульвара Агдениса, после завтрака 10 января решила пойти искупнуться в море. Как сообщают очевидцы, в это время море было очень неспокойное, наблюдались большие волны, но это не остановило женщину, она решила все-таки поплавать. В итоге, через несколько минут, женщину скрыли огромные волны. Очевидцы сразу же позвонили в полицию. Когда сотрудники полиции прибыли на место, они тотчас же вытащили туристку из воды, но она находилась в бессознательном состоянии и пульс у нее не прощупывался. Сообщается, что россиянку в срочном порядке на скоростном катере доставили на берег, попутно делая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Уже в порту Калеичи к спасению женщины подключились медики и спустя 45 минут после момента извлечения из воды ее вернули к жизни. Сообщается, что на данный момент женщина находится в реанимационном отделении больницы и, как сообщают медики, ее состояние довольно тяжелое. Пожелаем скорейшего выздоровления женщине и на ее примере мы видим, насколько на самом деле опасно купаться в непогоду, когда наблюдаются сильнейшие волны. Поэтому я на 100% уверена, что когда вы наблюдаете сильные волны в море, особенно сейчас, в январе, лучше отказаться в этот день от купания и переждать. Ведь, как показывает практика, туристы захлебываются и подвергают свою жизнь опасности. Традиционное напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить лайк под этим роликом. Огромное спасибо всем, кто это делает на постоянной основе. Вы знаете, вы действительно помогаете мне продвижение канала. Ну а мы переходим к следующей теме. Вчера на сайте Ассоциации туроператоров России опубликовали рейтинг самых дорогих туров, которые продали туроператоры туристам из России в 2021 году. Если честно, я уверена, что когда вы взглянете на эти суммы, которые российские туристы тратят на отпуск как за границей, так и внутри России, возможно, вы не поверите, но точно удивитесь. Давайте же посмотрим, за сколько приобретались самые-самые дорогие путевки, как на курортах России, так и на зарубежные направления. Одним из самых дорогих туров, которые продал туроператор Pegas Touristic, стал тур в Крым. Стоимость такой путевки в Иготово составила 5 миллионов 800 тысяч рублей. Что же входило в эту сумму, давайте посмотрим. В июле 2021 года семья из пяти взрослых и одного ребенка отдохнули 9 ночей в Крыму в отеле Maria Resort & Spa 5 звезд в номере типа Family Villa. Тип питания был полный пансион, также в стоимость тура вошли индивидуальный трансфер и перелет авиакомпании Nordwind. Ну а самый дорогой тур по России продала компания Spectrum. Отдыхали люди в Сочи и сумма их путевки составила 7 миллионов 52 тысячи 750 рублей. Что же было включено в эти 7 миллионов? Давайте посмотрим. Компания друзей в количестве 15 человек забронировала свой отдых на 6 ночей в феврале 2021 года на Красной Поляне с проживанием в отеле Marriott Красная Поляна 5 звезд. С питанием, завтраки. Дополнительно туристы покупали индивидуальный трансфер до и Сочи на комфортабельных автомобилях. Авиаперелет туристы оплачивали сами. Ну а теперь давайте же посмотрим, за сколько покупали самые дорогие путевки на заграничные направления. И конечно же в первую очередь хотелось бы узнать про Турцию. А здесь сообщается, что летом 2021 года семья из 4 человек потратила на свою путевку 11 миллионов рублей. Тур продал туроператор Coral Travel. Отдыхали люди 15 дней в одном из самых дорогих отелей Турции Max Royal Kimer 5 звезд. В цену вошли перелет, проживание в номере Royal Beach Villa, питание ультра все включено и индивидуальный трансфер. За гораздо большую сумму, чем 11 миллионов рублей отдыхали российские туристы на Мальдивах. Так, компания Русский Экспресс сообщает о том, что продала путевку на Мальдивы за 19 миллионов 77 тысяч рублей. За указанную стоимость 6 человек отправились в начале января 2021 года в тур на 14 ночей в один из самых дорогих отелей Мальдивских островов, питание, полупансион. В цену включено проживание, питание, авиаперелет, бизнес-классом, индивидуальные трансферы, ну а также индивидуальный мини-круиз с праздничной программой. Ну и вы готовы? Самый-самый дорогой тур, который был куплен россиянами в 2021 году у туроператоров, состоялся, конечно же, в Арабский Эмират. А куда еще? Сумма этой путевки составила 23 миллиона шестьсот тридцать тысяч триста тридцать один рубль. Как сообщается, семья из семи человек отправилась на 14 ночей в Дубай, в Арабский Эмират. Отдыхала семья в роскошном отеле Бурдж а-ля Раб в наверах повышенной категории. Также сюда вошло питание, полупансион и набор дополнительных услуг в виде индивидуального трансфера на вертолете, VIP-сопровождение в аэропорту, VIP-сервис и все страховки. Сегодня также поступают новости из Европейского Союза для российских туристов. Как заявляется, Европа может открыться для россиян уже весной 2022 года. Конечно же, основной проблемой сейчас в этом вопросе является признание Всемирной Организации Здравоохранения российской вакцины «Спутник Ви». Сообщается, что более 70% путешествий россиян приходится на Европу, что не может не влиять на местный туристический рынок. Вследствие этого Еврокомиссия по туризму выступает за скорейшее признание. Воз «Спутника Ви» ожидается, что это произойдет в первом квартале 2022 года. Еще в ноябре 2021 года Еврокомиссия выступала с предложением пускать в Европу абсолютно всех туристов, которые привиты одобренными ВОЗ-вакцинами, либо одобренными Европой-вакцинами. Тогда же Еврокомиссия предлагала, чтобы такие туристы не сдавали какие-то дополнительные проверки на коронавирус, ну а также, чтобы они были освобождены от карантина. Кстати говоря, некоторые же европейские страны уже принимают российских туристов, привитых «Спутником Ви». И вот сейчас ожидается решение по всей Европе. И есть надежда на то, что уже весной 2022 года Европа все-таки откроется для туристов, в том числе и для туристов из России. Сейчас остается, чтобы, во-первых, в Европе признали «Спутник Ви», ну а также необходимо утвердить единый перечень правил для въезда в европейские страны. Туристические порталы сегодня сообщают, что российские авиакомпании постепенно начинают восстанавливать авиасообщения с Казахстаном, но пока не со всеми городами. В частности, уральские авиалинии приступят к выполнению рейсов из России в Казахстан уже с 14 января. С-7 объявила о возобновлении продаж билетов по направлению как на собственные, так и на совместные рейсы. Прямые перелеты из Москвы в столицу Казахстана начнут осуществляться с 24 января. Аэрофлот также сообщил о возвращении на маршрут Москва-Нур-Султан и уже со вчерашнего дня есть вылеты. Таким образом, мы видим, что сейчас российские авиакомпании начинают возвращаться только на некоторые маршруты, в частности, летают в Алмату и в Нур-Султан. Пожалуй, затронем тему коронавируса в Турции. Недавно министр здравоохранения опубликовал новую карту, из которой мы можем сделать определенный вывод. В частности, из новой опубликованной карты мы можем понять, какие города Турции сейчас находятся в красной зоне, зоне повышенного риска, где больше всего заражений. По последним данным, наибольший рост зафиксирован в 10 турецких провинциях. Это Эскиширир, Стамбул, Измир, Айдын, Чанаккале, Мула, Кыркларели, Гмюшхане, Эдирне и Коджейли. Если мы с вами взглянем на последние данные по заболеваемости в целом, то увидим, что на вчерашний день было проведено более 403 тысяч тестов. Положительными оказали 65 236, летальный исход 141 и выздоровевшие 38 242. Вот такие вот последние данные публикуются Министерством здравоохранения Турции по коронавирусу. На сегодня получились вот такие вот новости. С вами, как обычно, была Катя и мы увидимся в следующем ролике.